Владелец компании, попытавшийся выселить жителей из дома на улицу, встретился с жильцами. Напомню, на прошлой неделе жители двухэтажного дома в Зеленом Городе получили уведомление с требованием до 1 февраля покинуть свои квартиры. Этот дом относится к санаторию Нижегородскому. В 2004 году облсовпров безвозмездно передал санаторий вместе с землей и жилым домом некому ООО санаторий Нижегородский. И вот этим ООО и были разосланы угрожающие письма. Владельцем этого общества с ограниченной ответственностью является депутат городской думы Вадим Агафонов. После того, как угрозы выселения получили большой общественный резонанс, он лично приехал к жителям этого дома и заявил, что о письме с угрозой выселения ничего не знал. Здесь никакой задачи о том, чтобы расселять жильцов и выгореть на улицу. Просто никогда не стояло и не было. В случае отказа от выселения, нарушение установленного срока выселения, а срок до 1 февраля, мы подаем в суд. Вы на нас подаете. Нет, о чем идет разговор? Ну, во-первых, здесь не хочу оправдываться просто как факт. Вот это письмо я не подписывал и не видел. Я не хочу сейчас оправдываться больше не ходить в случае перед вами. Руководитель это знает. Мне надо как-то еще оправдаться перед вами. Нет, давайте решать вопрос. Тогда я предлагаю закончить это. Мы никуда не уходим. Мы расставляем точки над «и». Хорошо. Мне лично принесла извинение директор санатория Мишалкина Ксения. Она извинилась, что, извините, произошла какая-то ошибка. Опять сваливала на юристов, что это не она, а юристы. Ну, в общем, они валят друг на друга. И все. Если вы все помните, совсем недавно у нас был очень большой суд, когда нас осудили заместители главы района Ленинского, Белова Сергея Викторовича Срожковой, за то, что они не среагировали на аварийный дом. Я не хочу себе таких хлопот и проблем. У меня никогда не было никакой мысли расселять вас на улицу. Сейчас администрация района обратилась в прокуратуру, которая должна сделать прокурорскую проверку. 26 числа будет принято решение об аварийности, либо неаварийности. Если вам хочется здесь жить, так живите, ради Бога. Когда жители не хотят выезжать из аварийного дома, который может привести к неким проблемам, это решает суд. Поэтому либо мы вместе решаем о том, что этот дом необходимо убирать и каким-то образом решать с вами эти вопросы, либо вы находитесь здесь, но я буду снимать с себя эту ответственность, Лена, тогда обращаться в суд. Правомерно ли вы будете здесь жить или нет. Если потом, не дай Бог, упадет на кого-то какой-то кирпич или провалится пол, то эта ответственность должна быть на каждом, а не на мне. На собрании жильцов конкретно Агафонов извинения нам не принес. Он апеллировал бумагами, что он только с 2014 года является собственником и был не в курсе, и ничего не знал. Вот если признают дом аварийным, он ушел от этого вопроса. До проверки он ничего нам вразумительного не ответил. Вот вы сейчас что ждете от меня? Что я там каждому сейчас по дому построю? Наверное, я не смогу это сделать. Я обязательно соберу пресс-конференцию по этому вопросу и всем на этот вопрос отвечу. А Агафонов сейчас пообещался ровно следующее, что Агафонов будет жить по закону. Кстати, в рамках закона часть жителей в случае признания дома аварийным и принудительного выселения может остаться вообще без жилья, так как данные квартиры относятся к ведомственному жилью и право на получение новых квартир будет лишь у пенсионеров и инвалидов.